Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Ты чел современный и геймер реальный Виснишь часами в сетях социальных Как же там новым не сбить тебя с толку Чуть устарел, а меняешь недолго Здесь есть девайсы по ценам приличным Можно писать в них в паблик и в личку Не важно, ты чикса, а может пацан Всё покупаем в Ломбарде Титан В Ломбарде Титан Имидж ведущего программы Место происшествия Представляет оптика iCraft Здравствуйте, в эфире первого городского проекта Место происшествия В студии Михаил Вагин, смотрите в этом выпуске Протаранил две машины на встречной полосе Два человека получили травмы в ДТП на трассе Киров-Стрижи-Оричи Уехал на рыбалку и пропал В Кирове полиция разыскивает 36-летнего Алексея Усова А чья ты тачка? Вероятная жертва Спайса А, да, да, но только со стороны администрации города А что ты подойдешь на скорую? Шокирующую картину наблюдали очевидцы на улице Горбачева Два человека получили травмы в ДТП на трассе Киров-Стрижи Там столкнулись три автомобиля 12-я, Лада Приора и Ауди Подробности в рубрике обзора аварии Слово моему коллеге Сергею Пичугину По данным ГИБДД, авария произошла в четверг утром на 14-м километре дороги Киров-Стрижи-Оричи 34-летний водитель 12-й протаранил два автомобиля Водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречной автомашиной Ауди-100 После этого его отбросил на автомобиль Лада Приора, который также двигался во встречном направлении В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-12 модели получил травмы, с которыми был госпитализирован Также был травмированный водитель Приоры Однако после оказания медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась Сейчас по факту ДТП проводится проверка Выясняются причины, по которой водитель 12-й выехал на встречную полосу У дома номер 183 по улице Московской 31-летний водитель Hyundai Solaris пытался развернуться, но не пропустил водителя Chevrolet Cobalt Автомобили столкнулись В итоге 23-летняя девушка-пассажир седана получила травмы Ее не госпитализировали В Кирово-Чапецком районе 54-летний водитель фургона неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет Машина опрокинулась Единственный участник ДТП за рулем Газели получил травмы Ему оказали помощь На улице Воровского 29-летняя девушка-водитель Opel Astra поворачивала во двор и не пропустила велосипедиста Мужчина обратился за помощью медиков В Нагорском районе водитель десятки выезжал с прилегающей территории и не пропустил девушку на Mitsubishi Outlander После удара машины получили повреждения, в этом ДТП нет пострадавших Сергей Пичугин, место происшествия В Кирове полиция разыскивает 36-летнего Александра Усова 9 июня мужчина уехал на рыбалку и пропал Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка» Усов Алексей Юрьевич, 1979 года рождения 9 июня этого года он на своем автомобиле «Джили» серого цвета, госномер С-084ОХ-43 регион Уехал из дома на рыбалку к реке Вятка в район деревни Большая гора города Кирова и пропал Сейчас о нем ничего не известно Приметы на вид 35 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие Был одет коричневый камуфляжный костюм, синяя бейсболка, черные резиновые сапоги Особые приметы На правом запястье татуировка с обозначением четвертой группы крови Всем, кому известно об обстоятельствах исчезновения Усова, просьба сообщить информацию по телефону 519-447-8912-723-18-98 или 02 Шокирующую картину наблюдали очевидцы на улице Горбачева Молодой человек лежал под машиной и размахивал руками Судя по всему, он употребил наркотик Да, да, мы только со стороны администрации города А что ты подойдешь на скорую вызвал? Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию Скорее всего, вероятную жертву Спайса госпитализировали В Яцко-Полянском районе в деревне Высокая Гора полностью сгорела частная хозпостройка Пожар был ликвидирован силами МЧС Ущерб и причины от пожара сейчас устанавливаются Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее Домашние напитки по завышенной цене В поселке Заборье Слободского района сотрудники полиции изъяли 5 литров сомнительного спиртного С пистолетом за деньгами Неоднократно был судим за кражи, грабежи Следователи МБД закончили расследование уголовного дела в отношении разбойника Владимира Пескичева Поссорился с женой и попал в ДТП На улице Ломоносова пьяный водитель разбил Митсубиси и выяснял отношения с супругой Я обращаю пристальное внимание на все, что происходит в городе и рассказываю вам об этом Объективный взгляд мне гарантирует качественные очки И я сделал свой выбор Только мировые бренды и только iCraft Emporio Armani Пьер Карден А сегодня Рэй Бан Оптика iCraft Ведущие бренды от ведущих В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем В поселке Заборье Слободского района сотрудники полиции изъяли напитки домашней выработки И это вовсе не хлебный квас или клюквенный морс Сотрудница кафе «Шашлычный» продавала, что называется, самопальное спиртное Чачу и вино Надо сказать, цены на нелегальную выпивку такие же, как и на популярные бренды легального спиртного Подробности у Сергея Пичугина Кафе «Шашлычное» с виду напоминало уютный дом И спиртное там продавали домашнее Бармены не скрывали, что алкоголь сделан не на спиртоводочном заводе Его приобрели у предпринимателя в Кирове Ну, мое есть свое А какое ваше свое? От чего привожу, то и есть А вот сегодня какое у вас ваше есть? Сегодня у меня есть чача днем Чача и вино? Вот это вот? Вода, которая стоит, да? Получается, что вы берете А где вы берете чачу и вино? Покупаю А где покупаете? Через поставщиков В «Шашлычное» сомнительное спиртное предлагали посетителям за астрономические для такого типа алкоголя суммы Это у нас стоит 500 рублей за вот эту бутылку Емкость, емкость 0,5 Да, совершенно Цену так вы устанавливали? Да И вот это вот стоит вино 600 рублей 600 рублей, тоже емкость 0,5 Здесь же, в зале заведения, диковинный продукт дегустировали мужчина и женщина Их нисколько не смутило, что спиртное продавали в бутылке без этикеток и акцизных марок Всего в заведении полицейские нашли 7 бутылок домашнего вина и 3 бутылки чачи Впрочем, что это, еще предстоит проверить Данная алкогольная продукция размещалась в холодильнике в зале обслуживания Данная алкогольная продукция изъята из оборота и направлена для проведения экспертизы С целью установления ее состава и возможной опасности для жизни и здоровья Обращаю внимание граждан, что продукция домашней выработки может представлять опасность для жизни и здоровья В отношении бармена составили административный материал Скорее всего, от наказания не уйдет и индивидуальный предприниматель Ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей Сергей Пичугин, место происшествия Следователи МВД закончили расследование уголовного дела в отношении разбойника Владимира Пескичева Напомним, в марте этого года не с паспортом и не за кредитом, а с пистолетом и за деньгами Мужчина зашел в офис микрозаймов на улице Некрасова Угрожая оружием, мужчина похитил 100 тысяч рублей и попытался скрыться Подробности зафиксировали камеры видеонаблюдения На съемке камеры наблюдения видно, как в офис микрозаймов заходит мужчина Его лицо прикрыто шарфом Злоумышленник сразу направил пистолет в сторону девушки и потребовал деньги Забрав пачку тысячерублевых банкнот, мужчина связал жертву скотчем, вышел из офиса и направился в магазин Как выяснилось позже, мужчина забрал не деньги, а химическую ловушку Находясь в магазине, он хотел приобрести продукты питания для того, чтобы отвести внимание от сотрудников полиции Которые уже прибыли в офис микрозаймов Начал пересчитывать денежные средства, которые он похитил в кармане своей куртки После чего химическая ловушка сработала и окрасила одежду, куртку и штаны у подозреваемого Обвиняемый позже пошел домой, но его задержали Как выяснилось ранее, Владимир уже заходил в офис микрофинансов за кредитом, но ему отказали По словам Владимира, деньги ему нужны были не только для погашения долгов Мужчина мечтал уехать в другой город После задержания у мужчины полицейские нашли не только пистолет, но и два ножа Как выяснилось, обвиняемый ранее неоднократно судим Первая судимость у него была в 1979 году Неоднократно был судим за кражи, грабежи Последний раз был судим в 2007 году за разбойное нападение Также с применением предметов и оружия По статье «Разбой» было возбуждено уголовное дело На днях следователи МВД закончили расследование Обвиняемый Пескичев признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в суде в особом порядке Эти меры смягчат ему наказание Впрочем, избежать тюремного срока мужчине вряд ли удастся Сейчас дело передано в Ленинский районный суд Михаил Вагин, место происшествия Это еще не все, сейчас прервемся на короткую рекламу Смотрите сразу после нее Что тебе могу еще сказать? Что еди на ***-то сразу? Поссорился с женой и попал в ДТП На улице Ломоносова пьяный водитель разбил Митсубиси и выяснял отношения с супругой Вдвоем на одного В рубрике «Видеорегистратор» самые заметные видеоролики уходящей недели В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем Очень дорого обошлась водителю Митсубиси Лансер ссора с супругой После конфликта весьма пьяный мужчина сел за рулем на марке, хорошенько разогнался и протаранил бетонный бордюр В итоге ремонт автомобиля может превысить сумму в 100 тысяч рублей Также придется отвечать и за свои нетрезвые маневры перед судом На месте происшествия побывал наш корреспондент Павел Москвин Супруга в шоке, машина разбита, муж Александр пьяный И ко всему прочему у него явно большие проблемы с законом Инспекторы пригласили его к алкотестеру Проходило освидетельствование водитель с неохотой Не выдыхал воздух, а только делал вид, что выдыхает Трубку губами обхватываем, делаем продвижный Дуем, надуваем как воздушный шарик Дуйте, вы не дуете, прибор не пищит Вы когда будете дуть, прибор будет подавать звуковой сигнал Вы не дуете Выдыхайте, вы не дыхайте Александр Владимирович Далее Александр заявил, что пройти экспертизу ему мешает камера Можно я вот это? Давай Александр Владимирович Что давай? Александр Владимирович Давай, занимайтесь Давай, Александр Владимирович Давайте отвернемся так вот, маленько в сторону Прибор вы не обманите, звуковой сигнал должен быть Александр Владимирович Ой, еще, еще, еще Слышали звуковой сигнал? Инспекторы сделали водителю последнее предупреждение Еще один выдох мимо И будет оформлен отказ от теста на алкоголь Если вы не будете дуть, я буду вынужден расценить Как такси прохождения, свидетельствование в состоянии алкогольной пневмонии Давайте, набирайте полное, легкие воздуха и делайте выдох Секунды в 4-5 Дуем, дуем, еще, 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 еще Все, отлично Прибор подтвердил, Александр сильно пьян Судя по цифрам, он пил явно не одну бутылку пива Впрочем, по словам мужчины, причиной ДТП стало не алкогольное опьянение А якобы недостаток на перекрестке Водитель рассказал, что кадры аварии зафиксировал его видеорегистратор Но съемкой он просто так делиться не будет Судя по разговору супругов, мужчина сел за руль, расстроившись с ссорой с женой Якобы он ее приревновал Машина уехала на эвакуаторе, а водитель пошел домой и продолжил выяснять отношения с женой Ко всему прочему, теперь по поводу пьяного вождения ему предстоит судебное заседание Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия На улице Лепси камера зафиксировала разборки и драку между водителями и пассажирами Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор» Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели На улице Лепси регистратор запечатлел драку между водителями «КамАЗа» и «Синей иномарки» На помощь к водителю грузовика пришел пассажир «КамАЗа» А водителя иномарки стала защищать девушкам В итоге в потасовке по лицу досталось и ей Разнять бойцов решил очевидец происшествия Он взял биту и попытался успокоить водителей Они в итоге ушли с проезжей части Чем закончился конфликт неизвестно Скорее всего на место драки вызывали полицию Во дворе Павлица Воровского ничего не предвещало беды Как вдруг вышел мужчина с битой в руках Водитель проявил чудеса реакции и смог увернуться от удара и задним ходом скрыться от агрессора Что стало причиной такого поступка автор видео и сам не понял Но в конфликт предпочел не вступать На перекрестке улиц Производственной и Базовой Водитель иномарки «Форт Эскейп» не пропустил грузовой газ В аварии никто не пострадал По данным ГИБДД за нарушение правил дорожного движения Водителю иномарки выписали штраф в 1000 рублей На перекрестке улиц Воровского и Горького велосипедист выехал на проезжую часть и врезался в иномарку Как стало известно в момент ДТП на перекрестке не работал светофор После удара велосипедист продолжил путь Он махнул водителю рукой якобы все в порядке и оба разъехались На улице Воровского на путепроводе мотоциклист врезался в попутную иномарку На съемке видно, что водитель байка стал перестраиваться и зацепил крыло автомобиля На улице Римма-Юровской водитель 14-й не пропустил «Фольксваген» Водитель иномарки затормозил, но было уже поздно Судя по этим кадрам, удар оказался не сильным На улице Конева водитель и пассажир машины с камерой чуть не пострадали от действий неадекватного водителя белого фургона Удара не произошло Разбираться очевидцы не стали Скорее всего, водитель фургона был сильно пьян На хлебозаводском проезде водитель «Лады Веста» не заметил попутную восьмерку и повернул направо Удар был не сильный, в ДТП никто не пострадал На Комсомольской площади водитель и пассажир грузовика раскрасили дорогу Видимо, на повороте ведра с белой краской выпали из кузова Известно, что краска нужна была для окраски столбов По дороге в Слободу Макария регистратор зафиксировал, как ехали так называемые «свиньи» на колесах Это те, кто выбрасывают на ходу из машины мусор Значит, еще не высохло Из этой девятки за 10 секунд пассажир выбросил две пивные бутылки Михаил Вагин, место происшествия На этом все Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру Присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsobakoinbox.ru Или звоните и сообщайте информацию по телефону 47 33 02 Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров» В студии для вас работал Михаил Вагин Будьте внимательны и осторожны И увидимся на Первом городском Субтитры создавал DimaTorzok